Начинаем проверку сразу со столовой. Застали обеденное время. Еда уже готова. С минуты на минуту медсестры будут развозить обед по отделениям перенитального центра. Сегодня в меню первое и второе, а также компот. А еще курица, гарнир и суп, который здесь, как жаловала заявительница, больше похож на воду. На деле все как в традиционном супе. Бульон, овощи и зелень. Вот смотрите. Вот он. Это ОПДН. Это идет гинекология. Теперь смотрите. Эти уже вторые. Вот здесь перловка. Вот здесь тоже перловка. Это гарниры. Суп с малосольными огурцами, которые, по словам заявительницы, она видела впервые, это известный в народе рассольник. Им действительно кормят в перенитальном центре. И он, как другие полезные супы, включен в рацион. Меню формирует тщательно. Вся продукция, из которой готовят еду, проходит контроль. Повара стараются разнообразить питание. В медицинском учреждении оно в первую очередь должно быть полезным. Если делать рассольник без огурцов, это уже не рассольник. Мы стараемся, чтобы это было все очень вкусно. Как часто рассольник бывает в меню? У нас в неделе один раз рассольник. У нас супы очень вкусные. И лапши, и такие борши. У нас нет такого, как вам сказать, меню, которое у нас каждый день повторялось. Раз в неделю, один раз мы даем рыбу. Остальные дни у нас всегда куры и мясо. Нет ни одного дня, чтобы у нас не было или мяса, или кур. Порции какие у вас? Большие? Большие. Там же на меню написано, выход порции. 250 грамм, 500 грамм первые. Сколько грамм курицы, мясо курицы должна получить женщина, которая здесь лечится? Смотря какое блюдо и какое-то. Есть 50 грамм. Вот даже рагу, например, рагу из курицы. Всего идет, я могу выписать, 88 грамм. Поднимаюсь в отделение, круженицам. Смотрю, что бы они хотели, что можно, что нельзя. Ограничиваю, чтобы у детей, если они кормят, животики не пучили. Стараюсь таким больным капусту не выписывать. Вообще ничего из капусты. Стараюсь больше свеклу, чтобы гемоглобин их не повысить. Когда даю крупу рисовую, ну там, тефтели, плов или суприсовые, обязательно туда пытаюсь салат свекольное или свекольное пюре. Такая еда необходима для полноценной работы кишечника будущей мамы. Учитываю, такие особенности в каждом отделении перинатального центра. Важно, чтобы вкусно было как будущее, так и маме, которая кормит малыша. Для родильного отделения, для перинатального центра питание очень хорошее. Каша утром идет, причем у нас идет сыр, масло. Это утром завтрак. Сама проверяла, и мы разговаривали с завпроизводством, чтобы не подделка сметаны была, а настоящая сметана. Творог мы даем нашим беременным. Не каждый день, конечно, но довольно-таки часто. Сыр качественный у нас, не сыропродукт, а именно сыр. За этим мы тоже следим. Мы всегда смотрим внешний вид. Вот я, допустим, смотрю, как относится, как санэпид-режим по нашей кухне, да, обязательно ставят нам на контроль, всю пищу ставят на контроль на 24 часа, чтобы мы могли, если какие-то проблемы есть у кого-то, да, уже отследить, но за это время ни разу не сглазить бы ни одного пищевого отравления или чего-то ни разу не было. Мы спросили пациентов в разных отделениях, довольны ли они качеством питания. Что вы сегодня ели на завтрак, и есть ли какие-то претензии к питанию? Кормят очень вкусно, трехразовое питание, вот завтрак, обед и ужин. Вот сегодня кормили овсяной кашей с творогом, вполне довольны, нет никаких претензий вообще. Скажите, в обед вчера что вы ели? Вчера в обед мы ели борщ, ели плов с мясом и чай. Относительно супа, он жидкий, и вы ели курицу порциями, довольны? Да, конечно, даже могу не доесть. Честно говоря, очень вкусно, по утрам у нас бывает каша, тоже очень вкусная была, сегодня тоже покушали. Каша, творог по-разному бывает, какао бывает по утрам, чай, компот, всякое по-разному. А суп с огурцами вам попадался? Не, рассолником вас кормили? Нет, не кормили. В обед у нас суп и что-то, ну, второе блюдо тоже бывает, салат бывает, и по вечерам тоже по-разному. Ну, рацион питания нормальный, мне нравится, кормят нас в принципе очень даже хорошо. Нужно помнить, не всегда полезная еда, а также вкусная. Для медиков в первую очередь важно укрепить ваше здоровье, а не удовлетворять вкусовые качества. Лина Сычуева, Сутам Игушков, Новости 24.